Сегодняшний центр открывает цикл концертов, посвященных творчеству композиторов, учеников профессора Московской консерватории имени Чайковского Евгения Кирилловича Голубева. В его классе учились такие талантливые музыканты и в будущем известные композиторы, как Альфред Шминке, Андрей Шпарь, Гранд Григоря, Андрей Головиров и многие другие. В этих концертах мы стремимся показать всю стилистическую панораму, которая представлена в творчестве этих композиторов. Первый концерт посвящен отдельным страницам творчества профессора Московской консерватории, заслуженного деятеля искусств России Татьяны Смирновой-Шульц, которая в этом году отмечает свой юбилей. Сейчас мы услышим пять картин сузы для фортепиано, которые совершают вторую часть русской школы игры на фортепиано. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 сочинения Татьяны Георгиевны наполнены зритыми образами, подчас иммульсом для их создания являются произведения живописи, например, произведения «Ароматы утра для двух филитов Ротевьяна» по картине Андрея Кноубукра, поэзии, в частности, поэзии «Серебряного века» в фатальных циклах «Лирика Блока», «Шеколник цветет» на стихе Ана Ахматовой и музыкально-политическом цикле «Время цветения». Многие ее произведения написаны и под впечатлением творчества других композиторов. Это музыкальная ассоциация «Санета для фортепиано» посвящения Шопену и Минскевичу, а также посвящение Шопену, Моцарту и Рахманиру для «Веланчели» и «Арфы». Утонченность образов произведений композитора сочетает психологическую углубленность и романтическую взволнованность. Богатый образный мир, который раскрывается через яркие самобытные интонации, это те особенности, которые так покоряют нас в сочинениях Татьяны Смирновой и Шунис. Дорогие друзья, добрый день. Я с вами рада встретиться сегодня и представить моих исполнителей. Надо сказать, что у каждого композитора есть свои любимые, конечно, исполнители. И вот так сегодня строится наша программа, что исполнителей будет немного, но они очень высокого класса. Это его ряды международных конкурсов. Достаточно известные исполнители в Москве. И то сочинение, с которого я предлагаю начать нашу встречу, адресовано арте. Я вообще очень люблю артворд. У меня много произведений написано для этого инструмента. С давней пор у меня дружба с артистами. И надо сказать, что тот замечательный музыкант, который сейчас перед вами выступит, является лауреатом многих международных конкурсов. Но и два произведения, которые сейчас прозвучат, они как раз были написаны специально по заказу для международного конкурса. И были обязательными в программе участников Международного конкурса. Что сейчас прозвучит? У меня создан такой цикл «Язык цветов» по легендам разных народов. Для арт-сола. И там пять частей. Ну, весь цикл мы сегодня будем исполнять. Но вот две части мне понравилось, чтобы прозвучало. И они связаны с легендами. Одна из легенд, вот первая пьеса, которая прозвучит, называется «Роз Магдалины». Но по легенде Архангель Гавриил для Богородицы делал три венка из красных, белых и желтых роз. И розы белые, они как бы потеряли цвет от слез раскаяния в роли Тихо Магдалины. И вот эту пьесу вы сейчас услышите. А вторая легенда тоже очень такая красивая, изысканная легенда. Вот она гласит, что когда Мария была девочкой, она однажды ночью смотрела на небо усеями звездами. И высказала желание, чтобы эти звезды стали земными цветами. Звезды тотчас отразились в блестящих кадрах росы. И когда на следующее утро Мария проснулась, она увидела, что вся земля была усеяна как звездными белыми цветочками. Вот эти цветы она назвала маргаритками, цветами Марии. Я хочу представить исполнителя этого уряда международных конкурсов Нина Гламичава. Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 5 музыкантов играют. И, как мне кажется, очень интересный состав, который для композиторов дает много возможностей проявить как-то свое отношение к этим инструментам. Вообще ансамблевые творчества это очень интересная область. Мои коллеги тоже любят писать ансамбли камерные. И сейчас будет не полностью состав ансамбля. Вообще это скрипка, велончель, альт, гобой и флейта. Это постоянный такой состав ансамбля. А сегодня будет трио этого состава. И я написала такой дивертисмент. Специально для этих музыкантов был написан. Для гобоя, виолончели и аквы. Мне показалось, что этот состав совершенно необычный. Мы действительно смотрели литературу. Очень малая литература оригинальная создана для такого состава. И вот так возник дивертисмент. Дивертисмент трехчастный. Первая часть называется сценка. Вторая часть серенада. И третья часть финал. Я представлю вам музыкант, бакалуриата международных конкурсов. Дмитрий Котинов, гобой. Николай Силанович. Белончель. И Нина Гванчава Атва. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот если бы можно было попросить молодых людей чуть-чуть отожгиваться. И участниками широко известного ансамбля под управлением культуре «Вашмеда». Объездили весь мир. Эти музыканты, они очень такие творческие, интересные личности, каждый из них. И компоненту интересно написать для этого состава. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Аплодисменты! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! а в общенности образов, шесть картинок решаются по первым сценам и производят сильное впечатление. Народная артистка России, лавриат государственной премии СССР, Нина Исаакова. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok